13.05 в Кирове начинается программа интервью. У нас будет серия интервью на этой неделе, которую проведу я, Светлана Замко. Это такая министерская неделя. Каждый день у нас будет министр в студии. И что очень важно, вы, слушатели, этому министру сможете задать вопросы на сайте ехакирова.ру в разделе «Анонсы». Там будет фотография, форма для заполнения, где вы можете расписать свой вопрос. Я только призываю делать это сжато и какие-то конкретные вещи совершенно спрашивать. Пожалуйста, и цензурируйте себя. Только вежливые вопросы, вежливо заданные, мы будем публиковать и озвучивать. Добрый день. Дмитриевны о ее личной жизни. Что такое Елена Утемова, ее биография в кратких каких-то чертах, для того, чтобы наши слушатели понимали, что перед ними не просто чиновник, но и человек. Вот какой человек, да? Попытаемся выяснить. Вопросы сайта. Ну, информация совершенно свежая и закономерная, потому что буквально на днях вы отчитывались, не отчитывались, представляли доклад, можно сказать, всем СМИ и очень много публикаций в интернете. Состояние здравоохранения в Кировской области. И, конечно, очень большого количества и наших слушателей, и читателей, и пользователей интернета вызывал вопрос по поводу озвученной вами средней зарплаты медицинских работников Кировской области. Вопрос на нашем сайте, который задал Сергей, звучит следующим образом. Вы публично озвучили совершенно астрономическую среднюю зарплату у врачей в регионе. Понимаете ли вы, что вводите людей в заблуждение? Эта зарплата складывается в том числе из многочисленных совмещенных ставок. В результате врач не может качественно делать ни свою работу, ни работу совместителя. Я сразу же скажу, что да, действительно, буквально на днях вы озвучили среднюю зарплату в 36 тысяч 37 рублей и сравнили ее со средней зарплатой в регионе. Это 170% от средней зарплаты по экономике региона. Так вот, насчет совершенно астрономической средней зарплаты врачей. Действительно, вот после моего выступления перед средствами массовой информации, когда были публикации на эту тему, я читала комментарии. Вы знаете, читала эти комментарии с огромной болью. Почему? Потому что, ну, действительно, все-таки показатель средней заработной платы – это общий фонд оплаты труда, поделенный на среднесписочную численность работников в системе здравоохранения. Причем, когда мы озвучиваем эту заработную плату, никогда не берется в расчет заработная плата руководителя. Потому что вот всегда в комментариях звучит, что взяли заработную плату главного врача, заработную плату там санитарочки, поделили, вот получили там среднюю заработную плату, как средняя температура по больнице. На самом деле, вещь очень серьезная. Почему серьезная? Потому что в 2012 году в указе президента Российской Федерации 597 нам было поставлено очень серьезная и, самое главное, очень конкретная задача. Это знаменитые майские указы? Да, конечно, достичь к 2018 году средней заработной платы для медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием, равной 200% средней заработной платы по экономике региона. И для среднего и младшего медицинского персонала это 100% по экономике региона. Соответственно, нами была составлена так называемая дорожная карта изменений в отраслях социальной сферы. Она утверждена постановлением правительства Кировской области и согласована с Федеральным Минздравом. И в рамках этой карты мы и движемся. То есть это не просто отчеты Департамента, а теперь Министерства здравоохранения. Это цифры, проверенные и Госкомстатом, и Кировстатом. То есть это цифры, за которые мы сегодня ручаемся. И вот та цифра, которая была мной озвучена по итогам 5 месяцев. По итогам 6 месяцев у нас получилось даже несколько большее значение. У врачей эта заработная плата 37 135 рублей. У среднего медицинского персонала 19 262 рубля. И у младшего медицинского персонала 11 715 рублей. То есть есть диверсификация, и Вы ее озвучиваете. Да. Сегодня я хочу сказать, что да, действительно, у нас отличаются средние заработные платы в различных медицинских организациях, но они априори не могут быть одинаковыми. То есть есть у нас категория медицинских организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, делают крайне дорогостоящие операции, которые имеют совершенно иной уровень оплаты. И есть учреждения здравоохранения районного, так называемого, низового уровня, то есть учреждения здравоохранения третьего уровня. Понятно, что в этих учреждениях, с учетом классности специалистов, объема выполняемой работы и стоимости единицы объема, фонд заработной платы будет отличаться. И, конечно же, заработная плата этих специалистов, она тоже отличается. Но, кстати, опять же, если подходить к вопросу заработной платы, всегда каждый, наверное, работник для себя выбирает, ну, скажем так, некий баланс между достигнутым уровнем оплаты вашего труда и условиями работы, комфортом работы, уровнем, скажем так, уставания организма. И когда у нас была большая проблема в первой горбольнице, когда там заработал сосудистый центр, мы имели крайне высокую потребность в среднем медицинском персонале, у нас стали приходить из районных больниц медицинские сестры, они писали заявление об увольнении через первые сутки работы. Потому что с такой нагрузкой, с которой работают сосудистые центры, они просто не могли справляться. Я вот понимаю вопрос Сергея, который говорит, что совершенно астрономическая средняя зарплата, потому что он же потом поясняет, из чего эта зарплата складывается, из многочисленных совмещенных ставок, он утверждает. Когда была поставлена задача в 2012 году, приходилось, вот как Вы сказали, нарисовать некую дорожную карту и найти способы, каким образом поднять эту зарплату. Так вот, что это были за способы? Значит, способы, скажем так, поднять заработную плату. Ну, это, во-первых, постепенно увеличение наполняемости программы государственных гарантий, то есть увеличение финансирования в системе обязательного медицинского страхования. Это первый источник. Второй источник – это действительно поискать внутри системы здравоохранения те ресурсы, те резервы, которые сегодня мы можем изыскать. То есть нет ли у нас избыточных кадров? И не в части медицинских работников, а в части административно-технического персонала. Когда я вижу в маленькой больнице 8 бухгалтеров, я понимаю, что, наверное, для этой больницы это избыточно. И, может быть, мы можем сократить количество этих специалистов для того, чтобы высвободить фонд оплаты труда для повышения заработной платы работников здравоохранения. Ну и, кроме того, я хотела бы еще раз подчеркнуть, что все-таки в знаменитом указе президента Российской Федерации нигде не написано, что при условии работы на одну ставку. Никогда в Российской Федерации медицинские работники не работали на одну ставку, всегда имели дополнительное дежурство и совмещение. Сегодня мы не можем сказать, что у нас как-то значительно увеличивается число медицинских работников. Это тоже факт. Число медицинских работников, особенно врачи, оно остается неизменным на протяжении последних пяти лет, но несколько меняется их функционал. И, собственно говоря, для того, чтобы облегчить работу врача, мы, наверное, сегодня выстраиваем такую систему, чтобы врачу было удобно работать, чтобы он меньше тратил времени на какую-то иную работу. Та же самая информатизация системы здравоохранения позволяет облегчить труд врача. Потому что те нормативы, на которые, ну, тот же самый Сергей сегодня ссылается, это еще нормативы 80-х годов. Те же самые нормативы у младшего медицинского персонала, они там измеряются в квадратных метрах вымытого пола, когда там еще ветошью мыли этот пол. То есть сегодня подходы меняются, соответственно, мы можем пересмотреть организацию врачебного процесса, сестринского процесса таким образом, чтобы он за дискретный временной период выполнил работу больше и эффективнее. Ну и за это, конечно же, вознаградить его достойный оплату. Вы сказали, что не меняется уже в течение пяти лет практически штат сотрудников, да, в системе здравоохранения. В то же время постоянно, ежегодно выпускаются студенты медицинских вузов. Они каким образом вписываются в эту систему и на какой уровень заработной платы они рассчитывают сейчас? Действительно, у нас каждый год медицинская академия выпускает достаточное количество молодых докторов. Ежегодно количество целевиков порядка 130 человек. То есть мы называем это наши врачи, на которые мы рассчитываем исходно. В течение шести лет мы их обучаем, потом еще интернатура, ординатура. Меня радует то, что примерно 75% выпускников, именно по целевому набору, они все-таки трудоустраиваются в медицинские организации Кировской области. Но, тем не менее, 25% не доходят до своих медицинских организаций. То есть предпочитают либо другие регионы, либо частные медицинские организации, либо кто-то решает какие-то личные проблемы. А количество целевиков, оно как раз рассчитывается из количества того медперсонала, который требуется, да? Да, оно расчетное, но процесс подготовки врача, он все-таки очень длительный. То есть это 6 лет обучения в ВУЗе, плюс год или два года после вузовского обучения. То есть это период времени от 7 до 8 лет, когда молодой специалист с момента заключения договора на целевое обучение потенциально может приступить к трудовой деятельности. А есть еще одна, ну, в общем-то, я не назову это проблемой, но факт, когда к окончанию ВУЗа многие создают семьи, и девочки еще уходят в декретный отпуск или в отпуск по уходу зарегистрирования. Сложно создавать такие расчеты, или у нас уже все запрограммировано до 2050 года? Рассчитывать достаточно сложно, но на федеральном уровне разработана методология расчетов, и мы сейчас этой методологии придерживаемся. То есть на сегодняшний день в Кировской области не хватает в первую очередь специалистов первичного звена, это врачей, терапевтов, педиатров, акушеров, гинекологов, хирургов, анестезиологов, реаниматологов. То есть это те специалисты, которые осуществляют первичный контакт с пациентом. Но когда начинаешь беседовать с теми же самыми студентами старших курсов, какую специальность вы хотите выбрать, ну, наверное, вот по моему такому убеждению, 15% хотят быть дерматовенерологами, с последующей перспективой уйти в косметологи. Частную клинику? Ну, скорее всего, либо открыть свой кабинет, либо уйти в частную клинику. Очень популярна специальность офтальмолога, поскольку тоже очень много частных центров открывается. Крайне популярна была специальность челюстно-лицевого хирурга, поскольку она подразумевает последующую переподготовку на пластического хирурга. А, конечно же, о терапии, педиатрии, хирургии, в общем-то, у нас... Мечтает немногие. Мечтает немногие. И вот для меня, например, очень больной вопрос. Мы не можем заполнить целевые места в интернатуру и ординатуру по хирургии и анестезиологии, реаниматологии. Это те специальности, которые нам крайне нервны. Это специальность, которая как раз требует очень высокой квалификации, даже таланта некоторого. Ну, наверное, во врачебной профессии в каждой специальности должен быть и талант, и усердие, и педантичность для того, чтобы выполнять свою работу очень качественно. Правильно я понимаю, что на эти названные вами специальности есть бюджетные места? Да. Вот. И они не заполняются. Ну, вот в этом году мы тоже столкнулись с определенными трудностями, поскольку сегодня любой абитуриент имеет право подать документы в несколько вузов, как минимум в три вуза. Очень сложно прогнозировать заполнение мест. Вот в этом году нам было предоставлено достаточное количество мест, 166 мест по целевому набору в нашу медицинскую академию. Вот по последним сведениям, если места на лечебный факультет мы заполнили на 100%, то вот за счет передвижки документов у нас оставались незаполненными, по-моему, два места по специальности педиатрии. И в этом году, к сожалению, очень трудно мы заполняли места по стоматологии. Почему трудно? Потому что ежегодно нам давали от трех до пяти целевых бюджетных мест по специальности стоматология. При этом конкурс был огромный, то есть трехсот бальники шли. Тоже потому, что можно в частную карту? Конечно, специально. Ну, собственно говоря, получив диплом стоматолога, всю жизнь будешь обеспеченным человеком. Но это правда жизни. В этом году нам дали 13 мест в нашу медицинскую академию, впервые дали 15 мест в медико-стоматологическом университете, то есть это ведущий вуз по подготовке стоматологов имени Евдокимова в Москву. Но вот на мое удивление, на мое удивление, мы так и не смогли заполнить эти места. Почему? Потому что, видимо, ну и определенная экономическая ситуация, несмотря на то, что это бюджетное место, бесплатное обучение, со стипендий, но тем не менее обеспечит ребенку проживание в городе Москве, тем более, что вот вуз не пообещал предоставить общежитие, люди стали забирать документы. Для меня, конечно, это очень обидно, потому что, ну, реально возможность была получить там по прошествии 6-7 лет специалистов в Кировской области не 3-5 человек, а все-таки порядка там 25 человек. Вот такая ситуация. Давайте перейдем к следующим вопросам, потому что вот сейчас я вижу, что редактор наш одобрил еще один вопрос, он как раз касается частных клиник, мы затронули эту тему. Сергей Игнатьев пишет, есть ли стратегия снижения доли частных клиник различного спектра медуза услуг в ближайшее время, или есть план, когда госучреждения выйдут на уровень частных клиник, что нужно для этого, инвестор, кто контролирует цены на эти услуги и так далее? Ну, давайте мы поговорим о том, насколько мы заинтересованы в частном здравоохранении. Сегодня действительно государственная система здравоохранения, она выполняет те задачи, которые на нее возложены, не всегда эти задачи может исполнить в полном объеме, в те установленные сроки, хотя мы очень стараемся, и мы, конечно, крайне заинтересованы в привлечении частной системы здравоохранения. И, собственно говоря, такой же курс поддерживает и федеральное правительство, и федеральное министерство. Это курс на интеграцию частной медицины в систему обязательного медицинского страхования. Сегодня у нас любая частная медицинская организация, до 1 сентября, подав заявление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, с 1 января 2016 года может включиться в процесс оказания медицинской помощи. Сегодня это с какого года? Это много лет действует, то есть это просто система заявительная, то есть частник должен заявиться. Вот понудить мы его не можем, скажем, нагрузить объемами медицинской помощи мы не можем, но если он сам хочет участвовать в системе оказания медицинской помощи, он может заявиться, и он будет наделен объемами. Многие ли частные клиники идут на это? Насколько они заинтересованы в участии в системе обязательного медицинского страхования? Я хочу сказать, что в Кировской области, ну это просто мизерная доля, очень-очень мало. Ну, скажем так, железнодорожная больница, это по сути частная система здравоохранения, поскольку это ОАО, да, но они достаточно активно участвуют, они выполняют свой раздел работы много лет, но все равно с точки зрения психологии она все равно больше государственная, чем частная. А вот малые медицинские организации, да, они заявляются, их наделяет объемами медицинской помощи, но они не очень активно эти объемы реализуют. Хотя в соседних регионах, ну вот, например, в той же самой Чувашии, там частная стоматология, они, собственно говоря, уже заявляются, берут объемы и обслуживают население по полисам обязательного медицинского. Это связано с ценообразованием, то есть частная клиника может любую цену установить, а по полису обязательного медицинского страхования по тарифам УМС. По тарифам УМС. Так вот, все-таки, если стратегия, почему Сергей Игнатьев задает вопрос о снижении доли частных клиник, видимо, он считает, что их слишком много, этих самых клиник, может быть, они оттягивают врачей на себя из наших больниц, заряжают цены, вообще проверяет ли кто-нибудь цены частных медицинских учреждений, они подвергаются какому-то регулированию? Ну, скажем так, то есть цены на услуги, они, конечно, не регулируются, то есть у нас нет такого нормативного документа, который бы позволил нам там контролировать процесс ценообразования. Цены регулирует рынок, да, то есть есть спрос на эту услугу, соответственно, цена услуги повышается. То, что частные медицинские организации очень активно оттягивают медицинские кадры на себя, это данность, но они оттягивают, ну, скажем так, то есть они не забирают даже полностью медицинского работника. Любой частной медицинской организации очень выгодно, если врач остается еще и в государственной системе. Да, имя, имя врача, возможность там последующей госпитализации, потому что ведь в том же самом городе Кирове, в Кировской области, ну, опять же, я не беру в расчет железнодорожную больницу, нет частных медицинских организаций, имеющих круглосуточный стационар. То есть крайне дорогостоящую, крайне сложную, крайне ответственную медицинскую помощь все-таки частники на себя не берут. Это снятие сливок, то есть это в основном диагностика, то есть предоставление различных диагностических тестов без очереди, в удобное для пациента время. Но когда вопрос касается именно оказания сложной медицинской помощи, все-таки государственную клинику. Да. Елена Вытремова, подытоживая ответ на этот вопрос, можно ли сказать, что рынок представления частных медицинских услуг в Кирове еще не наполнен достаточно? Скажем так, у нас нет полной интеграции, ну, или той интеграции, которая могла бы быть, частной системы здравоохранения в государственную систему. Это большая проблема? Это большая проблема. А то, что он насыщен, да, то есть и стоматологических, и косметологических, и различных консультативных клиник у нас уже вполне достаточно. Я напоминаю, что Вы слушаете интервью, и даже где-то особое мнение Елены Утемовой, это министр здравоохранения Кировской области. Пройдемся, и судя по тому, как время бежит, мы сегодня будем как раз отвечать на вопросы слушателей. Те, которые подготовила я, уже в сторону. Я вижу, что их много поступило на сайт. Напоминаю, на сайте хакера.ру у Вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям. И вот Сергей Медведев пишет, в России о медицинской палате инициирован и проведен форум по организации страховой медицины. Мы о ней тоже начали уже говорить. При которой страховые медицинские компании, по мнению некоторых экспертов, неэффективны, используют ресурсы не на охрану здоровья граждан России. Ваше видение по деятельности страховых медицинских компаний в Кировской области. Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать, что такое медицинская палата. Я зашла в интернет и посмотрела, что, да, действительно есть национальная медицинская палата. В ней состоят многие организации, это некоммерческое объединение. Но там в разделе представительства национальной медицинской палаты в регионе не указана Кировская область. Действительно, Кировская область не состоит в национальной медицинской палате. У нас создана Ассоциация медицинских работников в Кировской области, которая, собственно говоря, и представляет, и защищает интересы медицинских работников. То, что касается страховых медицинских организаций. Действительно, исходно, скажем так, страховая система работала без них, затем появились страховые медицинские организации, как некие посредники между территориальными фондами медицинского страхования и медицинскими организациями. То есть, по сути, страховые медицинские организации осуществляют оплату медицинской помощи, прием счетов, аналитику и так далее. Почему такой вопрос был поднят Национальной медицинской палатой? Это связано все-таки с тем объемом денежных средств, которые, скажем так, поглощаются страховыми медицинскими организациями. Так вот, этот объем в разных регионах от 1 до 2% всей стоимости программы обязательного медицинского страхования. Ну, на примере Кировской области. Что значит поглощается? Ну, то есть, на свою деятельность эти страховые медицинские организации потребляют примерно от 1 до 2% денежных средств программы УМС. То есть, и все остальное идет в медучреждение? А все остальное идет в медучреждение. Ну, вот в нашем регионе это 1%, но этот 1% равен 105 миллионам рублей. То есть, 4 страховые медицинские организации на обеспечение их деятельности ежегодно перечисляется 105 миллионов рублей. Уточняю, значит, в Кировской области действуют 4 основные страховые медицинские организации. 105 миллионов. 105 миллионов. То есть, деньги достаточно весомые. Почему Национальная медицинская палата подняла этот вопрос? Ведь, по сути, страховая медицинская организация, она должна выступать в роли защитника застрахованного. Но сегодня любой застрахованный гражданин, видя или ощущая некачественную медицинскую помощь, он в первую очередь кому напишет жалобу? Президенту, федеральному правительству, федеральный Минздрав, губернатору и так далее. Но никогда не посмотрит на свой страховой полис и не наберет номер своего страховщика. Сейчас мы вынуждены прерваться на короткую рекламу, после чего, я так полагаю, последует инструкция, что нужно делать, если вы недовольны оказыванной услугой. Это интервью с Еленой Утемовой, министром здравоохранения Кировской области. Меня зовут Светлана Занько. И мы сейчас подведем итог тому, как общаться нужно с медицинскими страховыми организациями. Вы начали говорить о том, что человек, который получает эту услугу, застрахованный и недоволен, жалуется кому угодно, начиная от президента, заканчивая министром здравоохранения области, например, сейчас, вместо того, чтобы набрать номер, который указан на полисе ОМС. И что тогда произойдет? И тогда страховая медицинская организация должна выступить в защиту своего пациента. Это да. А вот что касается медиков. Ведь вопрос был связан с тем форумом, который организовала Национальная медицинская палата. В частности, я смотрю, что отчетов было много на сайте Общероссийского народного фронта. В том числе был приведен опрос, который провел Фонд здоровья. Там сказано, что около 74% медиков считает систему обязательного медицинского страхования в России эффективной, но тем не менее жалуются. Почему жалуются медики? Ну, я думаю, что медики жалуются, конечно, на кей. Извините, неэффективной. Это по данным палаты. Неэффективной. Ну, система медицинского страхования все-таки, я бы ее, если бы я голосовала, я бы ее назвала эффективной. То есть она сегодня позволяет оказывать качественную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Другое дело, что та система, скажем так, финансовых санкций, которая со стороны страховых медицинских организаций поступает в адрес медицинских организаций, не всех нравится. Но хочу сказать, что очень часто те претензии, которые, в общем-то, выставляются страховыми медицинскими организациями, они абсолютно объективны. И, наверное, не надо обижаться, надо просто менять свой стиль. А кто контролирует оценку, которую производит страховая организация? Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Жалуются еще врачи, согласно опросам того же фонда здоровья, на то, что приходится создавать целые отделы при медицинских учреждениях для того, чтобы оформлять все эти документы, которые страховые компании посылаются. Ну, есть такое. Специальные отделы точно не создаются. Если грамотно построена работа, то и размер вот таких финансовых санкций, они очень маленькие. Мы, кстати, вот сегодня в таком, в текущем режиме при министерстве проводим работу по анализу действий, работы наших медицинских организаций в системе ОМС. И видим, насколько отличается качество работы. Если в адрес одной медицинской организации, там, ну, размеры финансовых санкций 0,1 или даже 0,05% от суммы принятых платежей, а в другой почти 3,5 или 4%, вот это говорит о качестве работы. Самого медицинского учреждения. И тех докторов, которые работают. Потому что все-таки оценивается деятельность врачей в первую очередь. Вот, кстати, говорят, нам даже смски сейчас приходят. Видите, как заинтересовались эфиром, слава богу. Анна пишет, в Москве, оказывается, по полюсу обязательного медицинского страхования можно получать часть услуг в платных клиниках и бесплатно. Но мы уже говорили об этом. У нас тоже, в принципе, можно, но, как вы сказали, мизерная доля. Да, то есть, если бы они были интегрированы, если бы они заявились, то, конечно, нужно оплатить и частные медицинские организации. Остается немного времени, поэтому сейчас такой режим блиц у нас с вами наступает. Значит, вопрос, который поступил еще в пятницу в анонсе. В поселке Зингино какая-то описывается страшная ситуация. Депутатом городской и сельской думы Валентина Изаевой, она подписалась, она у нас на сайте, она пишет, что в поселении работает всего один фельдшер, примерно на тысячу человек. Более 300 пенсионеров, 120-130 детей. С медсестрой случился инсульт, и она в отпуске сейчас, да, в связи с этим. Практически три месяца работала одна. Рядом на базе бывшего стационара геронтология. В общем, кто зайдет, прочитает сейчас на сайте, ситуация страшная. Она говорит, кто занимается кадрами, когда все полномочия передали в область, кто думает про униженную и брошенную деревню. Что скажете про эту ситуацию? Ну, действительно. Поселок Зингино. Да, поселок Зингиноричевского района, там работает фельдшерско-акушерский пункт. В штате фельдшерско-акушерского пункта один фельдшер и одна медицинская сестра. И действительно, медицинская сестра вот сейчас, в данный момент, ушла в отпуске, до середины сентября она будет в отпуске. Но эта ситуация, в общем-то, понятна, что и медицинские работники имеют право на заслуженный отдых, и в том числе на отпуск. Запасных медицинских работников у нас нет. Это приписной участок врача общей практики. Обычно врач общей практики приезжает в поселок Зингино 2-3 раза в месяц. Ну вот, как меня проинформировала администрация учреждения, на период отпуска медицинской сестры врач общей практики будет приезжать еженедельно. 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 Еженедельно будет приезжать врач общей практики. И вот то, что депутат Гарской сельской думы указала о приезде узких специалистов. Она здесь пишет обращение к вам. Да, действительно. В феврале выезжали узкие специалисты, и следующий выезд узких специалистов планируется на сентябрь месяц. Это обычная практика, когда два раза в год? Ну, это обычная практика. Два раза в год выезжают специалисты, поскольку населенных пунктов очень много, поэтому чаще вряд ли получится. То население, которое привыкло приезжать в Оречевскую ЦРБ, мы тоже там не можем без специалистов оставить. Ну, вот смотрите, то, что вы прочитали это обращение, Валентина Азаева просит дать ответ по такому-то адресу, называет это своим официальным запросом. Мы не смогли сейчас развернутый дать, может быть, ответ. Я думаю, что вы с ней свяжетесь. Мы обязательно свяжемся, дадим ответы. Хотела бы подчеркнуть, что с этого года у нас заработала программа привлечения фельдшеров на ФАПы с мерами социальной поддержки, в том числе она предусмотрена и для Оречевского района. В случае приезда молодого специалиста и его желание трудоустроиться на ФАП, он получит единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей. До этого года меры социальной поддержки у нас предоставлялись исключительно врачам. Об эффективности этих мер, наверное, поговорим отдельно. Чуть попозже, да, когда можно будет результат уже подвести где-то осенью. Договорились? Договорились. Спасибо. И последний вопрос с сайта. Две минуты буквально на него даю, а то не выполним обещание, не поговорим с вами о том, как проводят свои дни министр здравоохранения вне кабинета. Пишет наш постоянный слушатель Владимир Волков. Он говорит о том, что наркологи считают эффективность своей работы, оценивают, что эффективность не превышает 5%. Это означает, что через 6 месяцев из 100 пролеченных пациентов 95 возвращается вновь на лечение. И приводит пример своего центра, с которым, видимо, он сотрудничает, рекламирует его тут и говорит, что вот у нас все... Центр помог с 88-го года нескольким сотням людей. Предлагает провести обучение ваших подчиненных Владимир Волков. Как вы относитесь вот к таким не государственным организациям, которые предлагают, в частности, лечение наркологии? Сегодня, опять же, в государственной политике, направленной на реабилитацию наркозависимых и алкоголезависимых, действительно отводится большая роль некоммерческим организациям, общественным организациям. Другое дело, что сегодня, ну, определенные организации вызывают большие вопросы по своей деятельности. И не всегда та программа реабилитации, она согласуется, в общем-то, с установленными канонами реабилитации. И с учетом распространенности наркозависимости в Кировской области, все-таки Кировская область, она регион, где высокая доля алкоголизации населения, но не так много у нас наркомании. Сегодня наш наркодиспансер вполне может справиться с тем объемом пациентов, которые нуждаются в этой реабилитационной терапии, тем более, что у нас разработана, в общем-то, научно обоснованная программа, и мы готовы ее реализовывать и реализуем с хорошим услугом. Кто контролирует деятельность вот этих негосударственных организаций, которые предлагают такие услуги? Кто их оценивает? К сожалению, они не подконтрольны сегодня Министерству здравоохранения, может быть, в рамках деятельности Управления по наркоконтролю, может их проконтролировать прокуратура, какие-то иные надзорные органы. То есть, получается, человек, который туда обращается, на свой страх и риск делает. Ну что же, я, во-первых, не сделала того, что должна была сделать в начале программы. Я поздравляю выступление в должность Министра здравоохранения. Да, мне кажется, что где-то когда-то это уже успела сделать, но сделаю еще раз, прямо в эфире. И хочу спросить у вас, Елена Дмитриевна, во сколько начинается ваш рабочий день? Обычно полвосьмого. И заканчивается? Ну, обычно тоже полвосьмого. Есть время на то, чтобы посидеть какие-то мероприятия в этом городе, уделить внимание себе? Крайне редко. Да? Ну, выглядите вы прекрасно, я хочу сказать. Тогда расскажите, как вы дошли до жизни такой, как вы пришли в министерство, и вообще долго согласовывали вашу кандидатуру с вами же, когда вам было предложено стать министром? Вы сразу сказали «да» или думали еще? Сейчас задумывалась, Елена. Нет, я не задумывалась. Как это правильно рассказать? Кто сказал? Елена Дмитриевна должна стать министром? На самом деле, я же пришла в министерство не с улицы. Я была главой департамента здравоохранения. Вот в августе уже три года, как я возглавляла департамент здравоохранения. И, собственно говоря, для меня не поменялось ничего. Ни стол, ни кабинет, ни круг задач. И даже сказать, что там больше ответственность, ну, это, наверное, просто глупо, да, потому что и на должности главы департамента я абсолютно честно и искренне выполняла свои обязанности. И став министром, я вообще не понимаю вот эти поздравления. Да. Ну, как же, вам же было сказано, по крайней мере, неоднократно тут заявляли представители областной администрации, что вот теперь, когда вы именуетесь министрами, у вас больше возможностей. Вы можете открывать двери министерств федеральных. Ну, на самом деле, это, конечно, облегчит работу с федеральным министерством. Ну, на самом деле, мне очень приятно, что правительство Кировской области, в общем-то, в состав которого я теперь вошла, нас всегда очень поддерживало, откликалось. И наш губернатор Никита Юрьевич Белых всегда живо интересуется и работой системы здравоохранения, и теми изменениями, и демографией. И мы всегда находим всестороннюю поддержку. Поэтому я надеюсь, что мы будем работать в том же конструктивном русле, в котором работали раньше. А насколько доступен министр здравоохранения Кировской области обычным кировчанам? Или у вас там множество сотрудников, через которых нужно пройти? Ну, на самом деле, я, наверное, самый доступный человек. Почему? Потому что однажды в справочниках опубликовали мой прямой телефон. Поэтому теперь граждане, минуя секретарей, звонят мне напрямую и решают все свои вопросы. Ну, надо сказать, что сегодня совершенно доступна была в прямом эфире министр здравоохранения Елена Утемова, потому что все сегодняшние темы – это были вопросы с нашего сайта Fikira.ru. Все абсолютно. Я вот ни одного своего не задала. Спасибо, что согласились. Причем без всяких приконов. Согласовывать долго не пришлось. Мы договорились с вами на встречу осенью, где будем говорить по результатам привлечения специалистов ФАПы в наших районах. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. И всем огромного здоровья.